Как я вывижу? Вы готовы? Мы скоро начинаем, подключайтесь. С вами София Семенская, это я, премьер преподаватель, с вами клубов «Галденс», и я веду свой первый онлайн мастер-класс по аргентинскому танку. Вы не представляете, как я волнуюсь, поэтому очень нужна ваша поддержка, ваши комментарии, конечно же. У нас уже запущено акция, онлайн-индивидуальный урок, первый подарок. Вы можете попробовать, подходит ли вам этот формат. Я уже сегодня делаю индивидуальный урок онлайн, это было здорово. Для тех, кто дома, считаю, что великолепная практика. Для урока вам понадобится пространство, буквально на вытянутые руки, этого будет вполне достаточно, проверьте, пожалуйста. Конечно же, установите телефон так, чтобы вам было видно и слышно меня. Также вы помните, что я вас просила подготовить стул с высокой спинкой, это тоже супер важно. Позже расскажу для чего. Ну и третий необходимый компонент, это ваше воображение. Он будет, скорее, даже главным сегодняшним нашим необходимым атрибутом на уроки по аргентинскому танго. Мы скоро начинаем, я жду вас. Подключайтесь. Я уже начала немного разминаться. Я сегодня буду почти как чума. Долго сегодня не пыталась помнить, как его зовут. То есть я вас буду заряжать своей энергией танго, позитивом, настроем. Надеюсь, у нас все получится. Итак, мы готовы. Давайте начнем с разминки. Поймаем танцевальное настроение. Руки на пояс. Сначала ловим ритм. Очень свободно. Можно чуть-чуть музыку погромче. Мы передаем этой мелодии привет всей Европе. Мы с вами. Мы танцуем вместе. Мы вас поддерживаем. Все, все вместе, весь мир объединен не только бедой, но и танцами. Итак, шаг в сторону. Буквально на ширину плеч. И мне нужно от вас яркий, сочный акцент в ногах. Точка. Семь, восемь. И. Попробуем каблуком. Покажу вам профиль. Каблук. Вот и закончилась. Великолепная мелодия. Но мы еще недостаточно размялись. Давайте еще раз. Продолжаем. Теперь чуть медленнее так же. Шаг в сторону. Собрать. Наверх. Опустить. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ничего сложного. Раз, два, три, четыре. Я вас не вижу, но я вас чувствую. Мне нужны ваши комментарии. Мне нужны ваши вопросы, ваши задания. Что бы вы хотели увидеть на наших мастер-классах онлайн, которые идут всегда с 7 часов вечера по будням. Ну а теперь такой же аргентинской танго без партнера. Помните, я вам говорила, что нам нужно будет воображение. Итак, включаем. Встаем на одну ногу. Обнимаем воображаемого партнера. Он большой, он объемный. Его много. И вот он с нами. Конечно же, этот мастер-класс и для мужчин, и для женщин. Поэтому вы обнимаете партнершу. Как говорится, берете в руки, понимаешь вещь. И попробуем так же медленно, на 4 счета с партнером. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А теперь представим себе, снова включаем наше воображение, что партнер у нас очень высокий. Очень важно, что партнер никаким образом не забрал ваши плечи. Только руки. Не больше. А больше мы пока с ним еще не готовы. И раз, два, наверх, вниз. Раз, два, наверх, вниз. Снова возвращаемся к другому партнеру. Это все-таки танка, социальный танец. И снова на каждый счет. Каблук. Мне нужны ваши стопы, размятые стопы. Еще раз покажу профиль на каблук. Отлично. Я думаю, что мы размялись, мы чувствуем себя великолепно. Вы со мной, я с вами. Повторяю, мне нужны ваши комментарии. Ну а теперь мы переходим непосредственно к уроку. Дорогие друзья, на повестке дня у нас внесение поправок в Конституции Российской Федерации, очи и шаг в сторону. На мой взгляд, с Конституцией все понятно, а вот с шагом в сторону и с очи нам нужно разобраться. И я попрошу ассистента стул в студию. Аплодисменты, аплодисменты. Пожалуйста, стул в студию. Я надеюсь, что вы все подготовились к уроку. У вас есть подходящий стул. Подходящий – это значит, что его спинка достаточно высока для того, чтобы у вас комфортно расположились руки. Итак, конечно же, это стул. На нем сидят. Но сегодня он будет служить нам партнером. Партнер нам нужен в танго не для того, чтобы за него держаться, а для того, чтобы с ним танцевать и взаимодействовать. Так вот, он для нас будет служить ориентиром в пространстве. Конечно же, вы можете все эти упражнения делать и без стула, но он нам необходим для того, чтобы мы привыкали не только к своему движению, но и ориентировались в целом на действия партнера. И снова воображение включаем. Ну, сейчас это может быть для вас кто угодно. Анжелина Джоли, Брэд Питт, я не знаю, кто-нибудь. Вы пишите, кого вы представляете, напишите мне, кого вы представляете. Ну, а для меня это будет дом Педро из Бразилии, где выращивают много диких обезьян. Итак, берем нашего Педро и делаем шаг в сторону. И снова шаг в сторону. Очень важно в этом упражнении. Первое. Не потерять Педро. Отделяем, изолируем движение рук от движения всего тела. Руки нежно на плечах у партнера, у партнерши. Шаг в сторону мы делаем так, чтобы наше бедро не уходило за пределы стопы. Ровно шаг в сторону. И третье, что мне нужно в этом упражнении, это линия. Линия, линия. Если хотите, можете с головой. Если хотите видеть меня, то смотрите мне прямо в глаза. Я попрошу диджея поставить следующую мелодию. Мы попробуем делать под музыку, немного видоизменяя все время этот шаг в сторону. Еще раз хочется сказать о том, что часто его недооценивают и очень редко тренируют в аргентинском танго. Я очень рада, что сегодня есть возможность это с вами сделать. Можно чуть-чуть подромче. Все вместе. пять, шесть. Так танго делать нельзя. Нельзя. У нас здесь очень хочется. Пять, шесть, семь, восемь. Два. Линия, линия. Плечи вашего педро. Пожалуйста. Не отпускаем. Проверяем бедро на месте. Нет. Плохо. Я вас вижу. Вы халтурите. Линия, линия. Улыбаемся. Тренируем кабисео. Кабисео – это приглашение взглядом, напоминаю. И так немножечко видоизменяем шаг в сторону. Мы показывали линию. Теперь покажите мне ногу. Ногу. И шаг вперед. Шаг вперед. Все время ориентируемся на полный перенос веса. Петро нам в этом помогает. Потому что мы точно знаем, что мы его успели обойти. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Давайте посмотрим ему в глаза. Он все-таки сидит к нам с спиной. На него. Супер. Ему нравится наша нога. Ну и ей. У кого есть дома живой Петро? Можно попробовать с ним. Отлично. Шаг в сторону. Отвернулись от Петро. Показали ногу другому партнеру, если у вас есть еще стулья. И вернулись к нему. Снова в сторону. Отворачиваемся. На другого. Вернулись. Танго – это игра. Мы как-то заигрываем все время с ним. В этом упражнении следим за тем, что мы от Петро отворачиваем только бедра. Напоминаю, Петро – это условное название нашего партнера. Повернулись. Длинная нога. Наверх. Погладили себя. Снова с ним. И давайте под музыку. Пять. Шесть. Семь. Спокойно. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Шаг. Пиво. Нога. Вернулись. В сторону. И… Маленький реверанс. Петро. Аплодисменты вам. Я считаю, что шаг в сторону отлично проработан. Поэтому мы совершенно спокойно можем переходить к обожаемому всеми движениями, которые называются болео. Хочется сказать отдельно про то, что оно именно болео, а не ба-лео. Ба-лео на испанском – это уходит лео. А болео – это фигура. Так же, как и танго. Часто мы говорим с московским таким акцентом – танго. Танго – это название нижнего белья. А танго – это название танца. Так вот, мы с вами сегодня танцуем онлайн. Аргентинская танго. И вы уже можете записываться на индивидуальные уроки. Так же пробные занятия у нас сейчас проходят бесплатно. Поэтому попробуйте этот формат индивидуально. Ну, а мы продолжаем. Итак, болео. В принципе, все, что всегда, когда мы машем ногами в воздухе, это называется болео. Сегодня не будем усложнять, максимально просто получаем удовольствие. Итак, болео – вперед. По минимальному радиусу огибаем свою ногу и сгибаем коленочку, поднимая наверх стопу. Все. На другую пробуем. По минимальному радиусу, большим пальчиком. Сгибаем. Собрали. В сторону. Осторожно. Напоминаю. Ошибка шага в сторону. И еще самая частая ошибка при выполнении самого болео. Покажу в профиль. Особенно я для девушек. Стопа. Нет. Большой пальчик вниз. И так все просто. Можно музыку сделать громче. Давайте перейдем к следующей мелодии. И мы сейчас будем делать шаг в сторону и болео вперед. И снова нам поможет наш Педро. Потому что, чтобы сделать хороший перенос веса на шаге в сторону, нам нужен ориентир, чтобы не убить его своим великолепным болео. Специально сегодня ставлю электронную музыку для того, чтобы не привязываться к музыкальности в аргентинском танго. Иначе это меня понесет. Я тут буду очень долго с вами в прямом эфире всю ночь. Хотя, может быть, тоже неплохой вариант. Итак, начинаем. Все вместе. Сначала медленно, спокойно. Шаг. Болео. Третья позвонилась. Шаг. Собрать. Болео. Собрать. Шаг. Собрать. Наверх. Собрать. Раз. Следим за бедром. Шаг. Сбор. Нога. Собрать. Раз. Шаг. Сбор. Большой пальчик. Вниз. Шаг. Сбор. Пам. Так. Раз. Два. Три. Ускоряемся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ведро. Плохо. Еще раз. Я вижу вас. И чувствую. Шесть. Семь. Отлично. Болео назад. Все просто. Маленькое. Как украшение. Ретро болео. Не держимся за бедром. Мы просто чувствуем его плечи. Если у вас нет стула, представляете его себе перед собой. Итак. Стопу показали мне. За счет того, что вы коленочки держите вместе, а пяточку направляете на меня. Опорная нога не вращается. Еще раз. Это ретро болео украшение. Шаг в сторону. Показали мне. Сделали шаг в сторону. Показали мне. От коленки. Шаг. Болео. Шаг. И. Раз. Два. Три. Продолжаем. Танго. Это энергичный танец. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Давайте сделаем по два. Два болео вперед. И два болео назад. Не держимся за бедром. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Вперед. Два. Вперед. Три. И. По последний раз. Раз. Вперед. Два. Два. Вперед. Сторону. Назад. Сторону. Отлично. Браво вам. Браво мне. Господи. Как это оказывается, прям уважаю людей, которые в мюзиклах выступают, потому что они поют и танцуют все и делают одновременно. Итак, следующее упражнение. Я попрошу детей именно чуть-чуть потише делать музыку. Итак, встаем боком к Педро. Вы знаете, что-то мне уже как-то устала я от Педро. Пусть он теперь будет Хуан. Опять-таки, включаем воображение. Значит, у нас Педро был из Бразилии. Хуан у нас из Аргентины. Все нормально. Хуан, он же Иван, он же Иван, он же Иван Васильевич. Но он ничего не меняет. Он просто мне сегодня ассистирует. Итак, встали боком. И на двое, которое ближе к стулу, делаем шаг вперед. Опять-таки, он не просто так с нами сидит, Педро. Он нам нужен для ориентира. Для того, чтобы мы точно обошли стул. Видите, что я все равно своим шагом вам видна. Вы сделали шаг вперед и повернули опорную ногу. Снова шаг вперед и повернули ногу. Все. Это очерк. Но я бы не была Софии Витровны, если бы не попросила у вас дополнительно какую-то заковырку сделать на этом упражнении. Итак, что нужно? Мне нужно, чтобы вы оставались с Педром или Хуаном. Видите, все еще уже Хуан, а я все еще про Педро думала. Хуану корпус повернули. И после шага показали мне пятку задней ноги. Поворот. Не отвернулись от Хуана. Показали пятку задней ноги. И каждый шаг мне от вас нужно будет сохранять ориентир на Хуана или Хуаниту, если вы мужчина. И показываю длиннюю ноги, от которой вы уходите, или просто задней ноги. Итак, начинаем под музыку. Диджей, пожалуйста, следующий трек для нас. Готовы? Тренируйте Коби-Сео всегда. Смотрите мне в глаза. Приглашайте меня на танец. Бахо-Фондо. Для вас звучит оркестр электронного снова танка. Итак, сначала медленно. Готовимся. Шаг. Поворот. Шаг. Поворот. Остались. Стремимся остаться с ним. Нога задняя. Показываем линию. Раз. Два. Три. Четыре. И шаг. Поворот. Стопа. Не вижу ваши стопы. Что вот это такое? Нет? Шаг. Шаг. Отлично. Уже лучше. Попробуем чуть быстрее. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Если вдруг сейчас ваш Педро затанцевал, я вот жакуа, вы делаете упражнение неправильно. Он должен оставаться на месте. Раз. Два. Три. Четыре. Давайте-давайте, скаляемся. Это не так просто, как кажется. Шесть. Семь. Восемь. Шаг в пивот. Шаг в пивот. Активно показываем ее заднюю ногу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Супер. Сейчас нам нужно будет немного украсить нашу очередь вперед. Итак, можно музыку немного потише. Вы сделали шаг. И до того, как повернуться, вы снова показали ногу другому партнеру. Немножко позаигрывали. Завели ее перед собой и повернулись. И у нас таким образом будет получаться украшение со сложным названием Энроски. Все это время вы не отрывно от Хуана. Вы с ним, несмотря на то, что немного, заигрываете с другими стульями. Ну, как бы вот все. Пока все дома у нас сегодня передача, поэтому нам приходится работать вот в таких сложных условиях. Включаем воображение, заигрываем со стульями. Музыку погромче и давайте попробуем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Шаг. Нога. Вперед. Поворот. Шаг. Нога. Вперед. Поворот. Раз. Два. Три. Попробуем подкупу. А, это очень быстро. Не будем. Так, помните, не надо делать. Спокойно. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Шаг. Пиво. Шаг. Поворот. Шаг. Нога. Еще раз медленно. Супер. Браво. Спасибо большое. Вы молодцы. Ну, опять-таки, стул для того, чтобы на нем сидят. Напоминаю, мы тренируем Кобесео. Смотрите мне прямо в глаза. Приглашайте меня на танец. Я чувствую вашу энергию. Я чувствую ваши танки. Спасибо, что вы сегодня были со мной. У меня есть еще очень много специальных упражнений для тех, кто дома. Поэтому задавайте свои вопросы. Буду рада вам посоветовать, как еще можно использовать домашнюю мебель. Питомцев вы уже знаете, как мы гладим кота. И, конечно же, подключайтесь каждый день по будням в 7 вечера онлайн мастер-классы для всех желающих. В 7 до 9 вечера мы работаем онлайн для вас. А индивидуальные уроки онлайн вы можете попробовать уже сегодня, также записавшись через танцевальные клубы Голодец. Спасибо еще раз огромное, что были со мной. Мне очень интересно почитать ваши комментарии, чем это все, как говорится, закончилось. Я надеюсь, что мои ассистенты мне помогут. Я не умею. Я, как говорится... Так, ого! Много комментариев. Спасибо большое. Вроде мы домотали. Итак, с самого начала. Медленно. Так, так, так. Так, много вас присоединилось. Спасибо, здорово. Так. Все-таки кто-то смотрел, да, мой мастер-класс с Мартини? Я так и знала, что половина из вас будет сидеть. Я вас всех видела и запомнила. Итак, третий урок танго и все онлайн. Ну, я считаю, что 21 век, он изменяет нас всех. И эти обстоятельства нас всех меняет. Слава Богу, что есть такая возможность заниматься онлайн. Жги, Соня, ну, как могу. Так, дальше. Мне кажется, все присоединялись, искали себе партнеров. Подходящие стулья. Вижу, кто за мной особо пристально наблюдал. Александр Костенко просит добавить волну. Ну, я как-то не очень привыкла волноваться в прямом эфире, особенно в аргентинском танго. Нет, мне кажется, это не актуально. Когда будут танцы со стулом? Это было в начале. Мы, как бы, в общем-то, со стулом и танцевали. Могу ли я научиться танцевать танго, если продолжу посещать онлайн мастер-класс? Елена, я считаю, что это супер вопрос. Я думаю, что у вас есть шанс стать первой. Вот действительно таким первооткрывателем. Возможно ли или нет, мы сделаем все возможное, чтобы научить тебя танцевать танго онлайн. А, как говорится, уже потом мы посмотрим на результат. Добрый вечер. Где стул? Я одна приготовилась. Мне как много было комментариев, оказывается, еще во время разминки. Все хотели танцев со стулом. Закройте комментарии, не видно ноги. Я надеюсь, что справились мои ассистенты с этим. Так. Держу стул. Представляю, оставь его. Ну, это, как говорится, у каждого свои кумиры. София Викторовна, вы звезда. Спасибо большое. Очень приятно. Вот так она меня называет в глазах. Нет, это был воображаемый. Я же сказала, это мы наделяли предмет смыслом воображаемым. В одной руке бокал. Неудобно, когда в одной руке бокал, а в другой Педро. Анастасия, тренируйтесь. Записывайтесь на онлайн индивидуальные уроки. Будем что-то с этим придумывать. Итак, поставьте танго-музыку, пожалуйста. Екатерина Рудельсон, не хочу тебя расстраивать, но очень многие считают, что это была танго-музыка. Когнитивный диссонанс. Танцуй сразу с тремя. А Хира как же? Я так и знала, что вы подвержены стереотипам и ждали Хира со стулом. А вот и нет. Стул это такой у нас одушевленный предмет. Так. У меня назрел план. Придумали. Уже какие-то там проекты пошли. Вопрос, такими успехами сегодня перестанут танцевать с партнерами, ты рушишь пары. Ну, конечно, потому что куда лучше все-таки танцевать с тем, кто кого-то там себе напридумывала за всю свою жизнь. Так, да, действительно, мужчин нужно держать в сижовых рукавицах, Олеся, согласна. Со стулом каждый сможет и с креслом давай. Ох, Игорь, это прям челлендж. Я считаю, что может пойти у нас мебель в разнос просто на каждом мастер-классе. Педро закрывает красоту ног. В следующий раз возьму более прозрачного Педро. Я думала, что может быть такое. У меня есть тут один в саначке. Задняя стопа отваливается, Катя старалась, молодец. В общем, у всех вызвала, я так понимаю, бурную реакцию Педро и Хуан. И вы мне так и не написали, с кем же танцевались вы. Танцевали сегодня, но, тем не менее, я думаю, у нас еще будет возможность с вами пообщаться в следующих эфирах, потому что мы их продолжаем каждый будний день с 7 вечера для вас онлайн мастер-классы. Расписание на galadance.com